Правительство выделит полмиллиарда рублей на поддержку многодетных семей. Эту тему обсудили на заседании Кабинета министров. Речь также шла о правилах продажи лекарств через интернет. По словам Дмитрия Медведева, чтобы защитить людей от подделок, в закон необходимо внести поправки, регулирующие дистанционную торговлю медикаментами. В случае нарушения сайты будут блокировать. Их также станут включать в список интернет-порталов, которые содержат запрещенную информацию. Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта. Запрещается розничная торговля, интернет-торговля рецептурными лекарствами, наркотическими и психотропными средствами. Торговать в розницу через интернет смогут аптечные организации, конечно, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. Она включает в себя не только продажу, но и определенные условия приема и хранения лекарств. Аптечные сайты, которые будут эти правила нарушать, подлежат закрытию. Они будут блокироваться в досудебном порядке.